Добрый день! Тема сегодняшнего занятия – неотложные состояния в гинекологии. Цель занятия – знакомиться с неотложными состояниями в гинекологии, их диагностикой, оценкой состояния женщины при синдроме острого живота. Задача – научиться выявлять причины развития синдрома острого живота в гинекологии, уметь диагностировать острый живот по клинической симптоматике, научиться дифференцировать неотложные состояния между собой, применять практические навыки по оказанию неотложной помощи. Ожидаемый результат – в конце занятия обучающийся знает и понимает причины возникновения неотложных состояний в гинекологии, умеет дифференцировать патологические состояния между собой, применяет знания при решении ситуационных задач, анализирует и оценивает состояние пациентки. Прежде чем переходить к разбору новой темы, вам необходимо в тетради построить таблицу «Знаю, хочу узнать, узнал, умею». Заполните графу «Знаю», «Хочу узнать» информацией, которую вы владеете на данный момент. То есть все, что вы знаете об остром животе в гинекологии, вы можете записать в эти графы. А в конце занятия мы с вами запишем графу «Узнал, умею». Среди внезапных заболеваний особое место занимают острые заболевания органов брюшной полости. Несмотря на разнообразие причин, вызывающих эти заболевания, все они сопровождаются раздражением брюшины. В случае несвоевременного лечения может развиться грозное осложнение воспаления брюшины или перитонит. Это и дало основания объединить все такие заболевания общим термином «острый живот». Острый живот – это не диагноз, это клинический симптомокомплекс, который развивается при повреждениях и острых заболеваниях брюшной полости. Симптомы неотложных состояний, требующих оперативного лечения. Боль, напряжение мышц передней брюшной стенки, симптомы раздражения брюшины, внутрибрюшное кровотечение, обморочное состояние, шок. Если останавливаться на причинах неотложных состояний в гинекологии, мы можем подразделить их на три группы. Первое – это внутрибрюшное кровотечение, которое может развиваться при прерывании внематочной беременности и апоплексии яичника. Вторая причина – это разрыв акцесса придатков с развитием перитонита. Третье – это нарушение кровообращения во внутренних половых органах, которое может возникнуть при перекрутии ножки кисты яичника и при нарушении питания или некрозе миоматозного узла. Внематочная беременность или ее называют эктопическая беременность. Это беременность, при котором плодное яйцо имплантируется и развивается вне полости матки. Эктопическая беременность дает в себе явную и непосредственную опасность для жизни больной, связанную с массивным внутрибрюшным кровотечением и кеморрагическим шоком. Кроме того, у 50% женщин нарушается репродуктивная функция, у 75% женщин после удаления одной трубы развивается вторичное бесплодие и у каждой пятой развивается спаечный процесс в малом тазу. На этом слайде вам предоставлены коды международной классификации болезни 10-го пересмотра по неотложным состояниям в гинекологии. Классификация внематочной беременности по локализации плодного яйца. Вы видите на рисунке, где может имплантироваться плодное яйцо. Наиболее часто, в 95-97% случаев, развивается трубная беременность. Реже, но встречается яичниковая беременность, брюшная беременность и шеечная беременность. Существует клиническая классификация внематочной беременности. Это прогрессирующая и прервавшаяся внематочная беременность, которая может протекать по типу трубного аборта и по типу разрыва маточной трубы. На изображении вы видите. Почему же происходит прерывание к топической беременности? В отличие от матки, маточная труба не приспособлена к вынашению плода ввиду слабой растяжимости, малой толщины мышечной ткани. В следствии повышения давления, вызванного ростом эмбриона и разрушительного воздействия трофобласта, гистационный процесс, то есть беременность, заканчивается самопроизвольным прерыванием. Этиология внематочной беременности. Внематочная беременность возникает в результате замедленного продвижения яйцеклетки или плодного яйца по маточной трубе или повышения активности трофобласта. Причинами развития внематочной беременности могут быть Наиболее часто это инфекционно-воспалительные процессы в придатках матки, оперативное вмешательство на органах брюшной полости, эндометриоз маточных труб, эндокринные заболевания, генитальный инфантилизм, опухоли и опухолевидные образования в малом тазу. Клиника внематочной беременности. Первое это задержка менструации. В 92% случаев у женщины отмечается задержка менструации. Могут быть предположительные и вероятные признаки беременности. При прервавшейся беременности возникают боли внизу живота различной интенсивности, которые эрадируют в прямую кишку. Могут отмечаться скудные кровянистые выделения из половых путей. При гинекологическом обследовании мы обнаруживаем опухолевидное образование тестоватой консистенции в области придатков, увеличение матки, пастозность и выпячивание заднего свода, болезненность при попытке смещения матки. Классическая триада оценки мистера имеет место у половины больных. Это болевой симптом, задержка менструации и кровянистые выделения из половых путей. Диагностика внематочной беременности основывается на следующих исследованиях. Первое. Анамнез. Он даст нам задержку менструации. При двуручном гинекологическом исследовании определяется, как мы сказали, объемное образование тестоватой консистенции. При прервавшейся беременности задний свод выпечен. Пальпация заднего свода резко болезненна. Лабораторные исследования. Будут положительные иммунные тестовые методы определения ХГЧ в крови и в моче. Инструментальные методы исследования. Осмотр гинекологическим зеркалом может дать нам темно-коричневое выделение из циркального канала, цианоз шейки матки, Ультразвуковое исследование даст нам отсутствие плодного яйца в полости матки. Можно провести функцию заднего свода влагалища. На этом слайде вам предоставлен дифференциальный диагноз и обоснование дополнительных исследований. На этой таблице вы видите, что внематочную беременность необходимо дифференцировать с такими патологическими состояниями, как самопроизвольный аборт, воспалительные процессы придатков матки и острым аппендицитом. Лечение внематочной беременности – это оперативное лечение, которое может быть в виде лапароскопии и лапаротомии. Объем операции может быть органосохраняющий в виде туботомии, это рассечение маточной трубы, и органовносящий объем – тубэктомия, удаление маточной трубы. Необходимо проводить борьбу с кровотечением, геморрагическим шоком. Давайте закрепим пройденный этап. Для пошагового закрепления вам необходимо ответить на следующие вопросы. Первый вопрос. Дать определение понятию острого живота. Поставьте на паузу, ответьте и далее сравните ответ с эталоном. Второй вопрос. Перечислите основные симптомы острого живота. Свой ответ сравните с эталоном ответа. Третий вопрос. Объясните, почему происходит прерывание беременности при внематочной беременности? Эталон ответа. Четвертый вопрос. Выберите из предложенных ниже методы диагностики эктопической беременности. Проверьте себя, правильно ли вы ответили. Оцените себя. Каждый вопрос 5 баллов. Давайте заполним кластер по причинам развития внематочной беременности. Поставьте на паузу, заполните кластер и проверьте себя. Вторая патология, относящаяся к неотложным состояниям гинекологии, является апоплексия яичника. Это патологическое состояние, характеризующееся внезапным разрывом ткани яичника с последующим кровоизлиянием в брюшную полость и сопровождающимся болевым синдромом. Этиология. Овуляция. Выраженная воспаливизация желтого тела. Перенесенные воспалительные процессы. Склеротические изменения сосудов и тканей яичника. Эндокринные нарушения. Болезни крови с нарушениями свертываемости. Травмы. Физическое напряжение. Апоплексия яичника чаще наблюдается у женщин репродуктивного возраста с двухфазным менструальным циклом. Разрыв яичника может происходить в разные фазы менструального цикла. Но в большинстве случаев это середина цикла, либо вторая фаза. И примерно в двух третих случаях поражается правый яичник. Различает несколько форм клинических апоплексия яичника. Это аномическая, болевая и смешанная. Аномическая форма. Ощущение из комфорта брюшной полости. Острые интенсивные боли в животе. Во второй половине или в середине менструального цикла. И радиация боли. Чувство давления на задний проход. Слабость. Головокружение. Тошнота. Иногда рвота. Обморочное состояние. И некологический статус. Осмотр в зеркалах без особенностей. Бимануальное исследование даст матку нормальных размеров, болезненность при движении за шейку, увеличенный шаровидный болезненный яичник с одной стороны. Болевая форма наблюдается в случаях кровоизлияния в ткань фолликула или желтого тела, без кровотечений или же с небольшим кровотечением в брюшную полость. Начинается остро с приступа боли внизу живота, сопровождается тошнотой, рвотой на фоне нормальной температуры тела. Признаки внутреннего кровотечения могут отсутствовать. При пальпации живот мягкий, иногда болезненный, чаще справа, локальное напряжение мышц в подзвушных областях, кровянистых выделений с половых путей нет. При бимануальном исследовании матка нормальных размеров, болезненная при смещении. Необходимо дифференцировать с острым аппендицитом, внематочной беременностью, разрывом капсулы кисты и яичника, перекрутом ножки кисты или миоматурой. Перекрут ножки кисты яичника или же миомы. Возможен перекрут, вы видите, в 15-25% случаев. На рисунке изображены перекрут ножки кисты яичника и перекрут субсирозного миоматозного узла. Идеология. Причины перекрута ножки опухоли не всегда ясны, но считают, что для возникновения перекрута имеет значение внезапная резкая остановка вращательного движения туловища, которая может наблюдаться при выполнении гимнастических упражнений, при занятиях танцами. Имеют место физические нагрузки, резкое изменение внутрибрюшного давления, которое встречается при длительных запорах, поднятии тяжести. В этих случаях вращение опухоли продолжается по инерции и приводит к полному или неполному перекруту ножки опухоли. Клиническая картина перекрута ножки опухоли определяется нарушением ее питания. При быстром перекруте ножки опухоли заболевание начинается внезапно с резкими болями внизу живота, на стороне поражения, тошнота, рвота, задержка стула, газов. При медленном перекруте симптомы заболевания выражены менее резко и могут периодически усиливаться или исчезать. Диагностика основывается на характерных жалобах. Данные анамнеза женщины в анамнезе будет иметь место наличие кисты, опухоли или миомы матки. Типичные симптомы заболевания, данные объективного исследования, гинекологическое исследование, будет уявляться объемное образование в области придатков матки, резко болезненные при пальпации и ультразвуковое исследование. Лечение. Единственным методом лечения перекрута ножки кисты яичника или миоматозного узла является операция. Оптимальный объем оперативного вмешательства, удаление придатков на стороне поражения, доступы в виде лапаротомии или лапароскопии. На этом слайде предоставлен общий алгоритм действия при возникновении неотложного состояния в гинекологии. В первую очередь, оценить состояние пациентки. Оно может быть средней тяжести, тяжелое, крайне тяжелое. Второе. Выделить ведущий синдром, определяющий тяжесть состояния пациента. Осуществить контроль основных параметров жизнедеятельности. Уточнить причину и начало развития неотложного состояния. Оценить функцию жизненно важных органов и систем. При обследовании женщин надо тщательно собрать акушерско-гинекологический анамнез, провести основные наружные и внутренние акушерско-гинекологические исследования и определить акушерско-гинекологическую патологию. Давайте закрепим пройденный материал. Здесь на рисунке изображены наши сегодняшние темы. На рисунке номер 1 вам показан метод обследования. Назовите его. Если вы ответили, давайте сравним с верным ответом. Это функция заднего свода в локалище. Рисунок 2. Как называется операция? Тубэктомия. Удаление маточной трубы. Рисунок номер 3. Какая патология изображена? Проверьте себя. Это перегрут ножки кисты. Рисунок 4. Какое осложнение изображено на рисунке? Проверьте себя. Рождение миоматозного узла. Оцените себя. Каждый верный ответ 1 балл. На этом слайде вам представлена концептуальная таблица. Вам необходимо найти соответствие. Даны 3 патологических состояния. Меематочная беременность, апоплексия яичника и перегрут ножки кисты. Вам необходимо найти соответствие. Что подходит для этих трех патологических состояний? Каждый верный ответ оценивается в 2 балла. Проверьте себя. И оцените. Вам даются 2 ситуационные задачи. Внимательно прочитайте. И выполните задание. Проверьте себя. С помощью эталона ответа. Оцените себя. Как решили задачу. Суммируйте баллы всех верных ответов и получите в итоге 15 баллов. На этом слайде для закрепления данной темы вам необходимо провести дифференциальную диагностику внематочной беременности и аппендицита. Под каждой патологией вы должны записать характерные особенности возникновения, течения, методов диагностики и оценить себя. Полный верный ответ 15 баллов. Сравните, пожалуйста, с эталоном ответа. По завершению занятия вам необходимо оценить себя по критерию успеха. За сегодняшнее занятие вы должны будете знать, что такое острый живот. Понимать, почему происходит прерывание внематочной беременности, перекрут ножки и кисты. Как вы можете выявить признаки острого живота. Можете ли вы анализировать, интерпретировать, сравнивать, дифференцировать. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Что вы возьмете с собой? Какую информацию вы возьмете с собой? Что вам было понятно, ясно, интересно? Второе. Что из пройденного вам далось тяжело? Что было вам сложно? Что вам нужно будет доработать? Какую информацию? Запишите, пожалуйста. И третье. Информация, которую вы считаете ненужной. И вы не будете ее использовать. А также не забудьте нашу первую таблицу. Знаю. Хочу узнать. И узнал. Заполните ее. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите...